Здравствуйте, уважаемые зрители канала Про Цветок. Меня зовут Дмитрий. Я садовник и владелец личного подсобного хозяйства. И сегодня я расскажу о различных причинах пожелтения лука и о способах их устранения. Первая причина – это недостаточный полив. Лук крайне нуждается во влаге, особенно если стоит жаркая и сухая погода. В первой половине лета, когда формируется луковица, лук нужно поливать не менее двух раз за неделю. Во второй половине лета, когда уже луковица сформировалась, когда идет ее созревание, лук поливают примерно раз в неделю. Вторая причина связана с первой – это полив холодной водой. Вода для полива лука должна быть плюс 18, плюс 25 градусов. Если полить лук холодной водой прямо из скважины или колодца, то перо очень быстро пожелтеет и урожая вы никакого не соберете. Лук попросту начнет болеть различными заболеваниями, начнут засыхать, желтеть и просто погубить урожай. Поэтому будьте очень внимательными. Не поливайте лук холодной водой. Это очень частая причина потери урожая. Третья причина пожелтения лука – это нехватка питания, в частности азота. Ведь для хорошего роста и развития луку нужен азот. При нехватке азота перо бледное, желтое, короткое, растения ослабленные и хилые. И им нужна подкормка азотными удобрениями. Существуют различные методы подкормки азотными удобрениями. Есть химические удобрения различные, а есть натуральные. Можно использовать для подкормки лука ту же бродиловку, которая готовится из травы. На нашем канале, кстати, очень много роликов про бродиловку, как ее правильно приготовить и использовать, чтобы была польза для растения. Поэтому рекомендую посмотреть наше видео. Лук можно подкормить также настоями куриного помета либо навоза. Например, для подкормки куриным пометом понадобится 1 литр куриного помета на 10 литров воды, настоять все неделю, а затем разбавить 1 литр настоя на 10 литров воды и полить лучок. Уже через несколько дней вы заметите результат, что лук станет более зеленым, пойдут отрастать молодые перья такого темно-зеленого цвета. Значит, подкормка прошла успешно. Четвертая причина – это действие вредителей. У лука много вредителей. Например, луковая моль. Вредитель откладывает яйца в пера лука, они выедают перо. И если оторвать поврежденное перо, внутри можно заметить маленьких желтых гусениц. Вот это и есть луковая моль. Второй вредитель, наверняка самый распространенный – это луковая муха. Определить, что есть вредитель на луке, можно по желтеньким кончикам лука. Вот если само перо зеленое, а кончик лука пожелтел, вот можно заметить, у меня здесь такой лучок, это лук семейный. Вот обычно вредитель больше всего поражает именно семейный лук. Лук-севок поражается в меньшей степени. У него более грубое пюро, и вредителю, наверное, оно не по вкусу. А лук семейный очень часто страдает, и у многих возникают проблемы с урожаем. Если выдернуть пораженный куст семейного лука луковой мухой, то можно заметить, что он начинает гнить, и появляются на нем такие маленькие беленькие червячки. Вот это и есть вредитель. Так как лук растим не только для луковиц, но и для пера, потому что нужно употреблять его в салатах, в другие блюда делать хочется все-таки свежей зелени, то обработку химическими препаратами лучше не проводить. Для обработки можно использовать, опять же, всем знакомые препараты. Это битоксибацелин, липидоцит, либо фитоверм. Препараты довольно эффективны и помогают побороть вредителя. Еще один вредитель, которого часто не замечают, это луковый трипс. При повреждении данным вредителем перья лука становятся бесцветными, осветляются, появляются множество белых таких точечек, которые сливаются. В итоге лист выглядит как бы хлоротичным, а затем засыхает. Это и есть повреждение трипсом. Против трипса также можно применять биопрепараты. Отлично подойдет такой препарат, как фитоверм. Кроме вредителей, проблемы, пожелтение могут вызывать и различные заболевания. Бактериальная гниль. Это заболевание, которое переносят в первую очередь вредители. Например, те же трипсы. При этом заболевании листья лука начинают желтеть, вянуть, сохнуть. А если извлечь луковицу из земли, мы увидим, что она загнивает. Это и есть бактериальная гниль. Второе заболевание – это гниль донца. Листья лука начинают желтеть с кончика, затем вянуть. Если вырвать луковицу, то можно увидеть белый налет на донце, там, где начинается корневая система. Вот это и есть заболевание. Нужно сказать, что такие заболевания практически не лечатся, либо поддаются лечению крайне плохо. Если вы заметили такие увядающие растения с признаками заболеваний, то лучше их просто вырвать с грядки, удалить и почву пролить биопрепаратами. Например, препаратами на основе триходермы, либо сенной палочки, чтобы заболевание не распространялось, не накапливалось в почве и не заражало другие растения. Нужно сказать, что пожелтение может происходить и по другим причинам. Например, при низкой температуре, при высокой влажности почвы, когда идут бесконечные дожди. Однако, от таких природных катаклизмов мы не застрахованы. Мы на них повлиять не можем. Лишь можем улучшить агротехнику, чтобы немножко помочь растениям. Если у вас есть пожелтение на луке, то посмотрите мой ролик, и вы сможете определить причины, по которым оно возникло, и устранить проблему. И урожай лука у вас будет хорошим. Спасибо за лайки и подписки. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok